Здравствуйте! Программа Полюс вновь в эфире. У нас поменялся состав участников и мы по-прежнему говорим о той ситуации, которая складывается сегодня в Республике Молдова. Мне приятно представить вам своих гостей депутат парламента, представляющий партию ПАС Владимир Боля. Добрый вечер, спасибо за приглашение. И политолог Зураб Тодо, вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начнем наше обсуждение с главной новости, о которой сейчас говорят все. Это то, что появилась долгожданная реакция Европейского Союза, где совершенно четко, без всяких уже, как говорится, толкований, выражена поддержка новому правительству, парламенту, получается, да, и всей правящей коалиции. Давайте вот спрогнозируем, что будет означать эта реакция для остальных внешнеполитических игроков и прислушается ли к ней, собственно говоря, лидер демократической партии и руководства. Господин Боля, вам слово. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, господам и дамам. В принципе, мы были убеждены в том, что вот такая реакция будет, по той простой причине, что все, что происходило в парламенте 7-го, 8-го, все было абсолютно легитимным. Поэтому мы были убеждены в том, что последует такая реакция. Для мирового сообщества, безусловно, это является сигналом для того, чтобы правительство других стран, которые входят в Евросоюз, подали же такие же оценки этому правительству. То есть это ориентир? Это ориентир, да, конечно же. Ну, мы должны быть объективными, там, в правительстве Франции, Германии или еще кого-то там не сидят и не следят за тем, что происходит в Республике Молдова. Но, безусловно, такая реакция от Евросоюза является очень важной для них, и поэтому последуют такие же реакции других правительств. И вторая часть вопроса. Прислушается ли к ней руководитель Демократической партии и его помощники? К сожалению, я думаю, что нет. По той простой причине, что они не являются политическими лидерами, они не являются политическими деятелями. Это просто какая-то экономическая корпорация. Они воспринимают Республику Молдову, парламент, государство, как что-то свое собственное. И на сегодняшний день, проиграв вот эти выборы, мы считаем, что они их проиграли, потому что они взяли 30 мандатов, и, по сути, они не взяли большинства, даже при том, что у них был огромный административный ресурс, у них был огромный денежный ресурс. Они не смогли договориться ни с одной из сторон, с одними даже и не начинали, с другими что-то там говорили. Но, по сути, не смогли договориться, не дошли до коалиции, они остались в оппозиции. Они должны почувствовать на себе чуть-чуть, что значит быть в оппозиции в Молдове. Хотя я более чем уверен, что вот сегодняшняя правящая коалиция, которая создалась, она создаст очень хорошие благоприятные условия для развития всего политического класса, включая в том числе и партии, которые являются вне парламента, и те, которые будут в оппозиции в парламенте. Спасибо вам. Господин Тодо, вы что скажете? Как вам реакция? Я скажу, что такую реакцию следовало ожидать. Присутствие дипломатов от Европейского союза России и Соединенных Штатов Америки на заседании парламента, когда очередалась коалиция, она показывала, что уже есть благоприятные отношения, есть признание легитимности совершаемого действия. Понятно, что эти представители внешних партнеров не могли появиться на этом заседании без одобрения своих правительств. Это не может быть их частной инициативой, это понятно, особенно тем более в такой важный момент. Они понимали, что обеспечивают внешнюю легитимность? Ну, естественно, мы уже помним эти кадры, они появились в очень ответственный момент, демонстративно говорили, что обычно посол России или посол Европейского союза не вывешивает флаг на автомобиле, не желая особенно демонстрировать какие-то внешние атрибуты. А сейчас они это сделали, они действительно демонстративно приехали к главному входу в парламент, прошли туда и присутствовали там. Кроме них присутствовали еще представители, если не ошибаюсь, 10 посольств, которые представлены Молдой, стран, которые представлены Молдой. Поэтому следовало этого ожидать. Единственное, что заметно было, что есть пауза, выдерживают паузу, но, наверное, для того, чтобы все действующие лица, политики, политические силы показали себе во всей красе. Потому что, если бы, допустим, их реакция сегодня днем была более ярко выражена, там, американцев или европейцев, или россиян, может быть, не увидели такого вот фарса, действия, как с издевательствами над бедными птицами, которых перебрасывали через забор. Понимаете, это действие еще надо было, так сказать, это войдет в историю, как акт политического. За защитники уже высказали. Ну, защитники, понимаете, понятно, что защитники высказались. Просто я-то сначала, когда увидел эти кадры, точнее, информацию, подумал, что какая-то группа хулиганов, примкнувших к митингу, подошла там, что-то так изобразила свое отношение. Но когда я увидел, что в этом участвует руководство демократической партии, вообще все лица, понятно, что это есть акт политического дикарства, извините. То есть это только дало основание внешним партнерам убедиться, с кем они имели долгое время дело, и вот именно такими действиями они проявили свою истинную сущность. Поняла. Вторая часть вопроса. Прислушивается ли какая-то реакция руководству демпартии? Мне кажется, что руководству демпартии деваться-то некуда в этой ситуации. Но они могут завтра согнать людей на митинг. Там будет не 3-5 тысяч, как сегодня, будет, может быть, 7. Но от этого ничего не изменится. Они могут заставить всех своих, так скажем, тех чиновников, которые включены в эту систему, выстроенную гемпартией, они могут заставить и выражать какие-то свои отношения, как некоторые уже сделали это от силовых структур. Но не изменится главное, не изменится отношение ни России, ни Европы, скорее всего, и Америки к тому, что происходит в Молдавии. То есть внешние партнеры однозначно поддерживают новую власть, новую коалицию. Почему это так важно в условиях Молдовы? Потому что страна у нас, Молдавия, она не является сильным экономическим игроком на мировой арене, не имеет мощных силовых структур. То есть, скажем так, есть особенности. И в этих условиях, да, позиция внешних партнеров, она имеет огромное значение. Скажем, если бы эти события происходили в Китае, то понятно, что китайцы могли бы сказать, что это наше внутреннее дело, а вы не вмешивайтесь. Молдавия так сделать не может. Не может сделать именно потому, что очень долгое время, и в 90-х годах, и в 2000-х, она подчеркивала свою зависимость от внешних партнеров, постоянно обращалась за кредитами, за грантами, за политической поддержкой. Поэтому это традиция. Поэтому, да, и кроме этого, нет сильных силовых структур. Чилийский вариант Молдавии маловероятен, потому что это может быть к счастью в данной ситуации, потому что если было бы иначе, то мы бы давно имели и политических заключенных, и расправы на улицах, и много чего, и аресты, и так далее. Поэтому деваться по большому счету некуда. Если захочет усугубить свое положение дальше, ну, могут упрямиться дальше, понятное дело. То есть вы пока не предполагаете, не то, что боитесь, но не рискуете прогнозировать, как они поступят? Нет, я полагаю, что прогнозировать можно. Влад Плохотнюк и его окружение, они уже доказали, что являются сильными политическими игроками, и волей не занимать. Они будут упираться. Будут упираться. Будут, конечно, упираться. Наивно ждать, что прямо через час-два они выйдут на префинг и скажут, ну, ладно, раз внешний партнер уже так сказали, то мы сдаемся. А так надо было бы? Ну, так надо было бы, если бы было больше здравого смысла. Но люди привыкли быть у власти длительное время, уже 10 лет. И месяц-два назад они были уверены, что они останутся у власти еще лет на 5-10. Сейчас вдруг так все поменялось. Соответственно, очень тяжело принимать новую реальность. Известный молдавский политик Юрий Рошко высказался по поводу ситуации в Республике Молдовы. Я зачитаю. Мне очень понравилось его сравнение. Он заявил так. Плохотнюк — это явление планетарного масштаба. Он добился уникального результата с серьезными последствиями — примирения русских и американцев. В условиях тотальной конфронтации между США и Россией, Запад в лице ЕС и США оказались в союзниках России в целях избавления от узурпаторов. Это к вопросу внешних факторов. Вы согласны с тем, что заявил? Все-таки правильно сказано. Действительно, за долгое время совпали интересы и России, и Европы, и Америки. Здесь очень важно, что они совпали на позитивной повестке. Просто рано или поздно так должно было случиться. Внешним партнерам надоела бесконечная молдавская куматрия. Они не хотят принимать те правила, которые были навязаны обществу демократической партии. Об этом, кстати, очень многие эксперты, политологи, политики предупреждали и говорили, что нельзя внутренние провинциальные свои замашки выносить на отношения с внешними партнерами. Рано или поздно надоест это. Люди хотят иметь внешние партнеры, хотят иметь отношения с предсказуемыми политиками, которые действуют по правилам. Раз вы являетесь зависимым в экономическом, политическом и других планах, соответственно, извольте соблюдать правила игры, которые существуют. Более того, я скажу, что не только внешние партнеры, а сами избиратели, жители Молдовы. Всем надоело такое поведение. Безусловно, конечно. Мы это видим тем, что говорили о том, что приведут 50 тысяч человек, при том, что мы знаем, что демпартия всегда выводят за деньги людей автобусы, платят какие-то деньги, кормят. Сейчас тоже суммы называли. Да, 500-200, мы не знаем этого, но мы предполагаем, хотя бы их кормили там за воду. И то, в принципе, было там 2-3, ну допустим, 5 тысяч человек, завтра, может быть, еще меньше будет. То есть, в принципе, людям это уже не нравится. И для меня очень важно, чтобы вот мы как граждане, и я скажу, и как политики тоже, мы как граждане поняли, что мы не должны больше допустить вот того, что случилось с тем захватом государства, которое было с демпартией. А как политики там тем более вообще. Вот когда мы видим, даже не важно, что на тот момент, когда это происходит, это в чьи-то интересы или даже чуть-чуть и в твоих интересах. По-любому нельзя допускать изменения Конституции, законодательства и всего остального, даже если на тот момент это и в твою пользу. То есть, четкие правила игры, четкое исполнение закона и верховенства закона. Вот этого мы должны добиваться. И я думаю, что на сегодняшний момент все основные игроки в парламенте, и партия социалистов, и блок ОКУ, у партии социалистов есть большой опыт, у нас поменьше, мы впервые в парламенте вообще. Но по сути мы должны вот такой вывод излечь из всего, что было, и пойти дальше абсолютно нормальным путем. Да, мы должны пытаться сейчас прогнозировать развитие ситуации. Вот настолько, насколько мы можем. Что может сделать лидер демократической партии, что могут сделать представители его партии? Господин Боля, знаете, что они могут сделать? Они могут продолжать попытки ссорить членов новоизбранной правящей коалиции. У нас был в эфире господин Батрынча, я его спросила прямо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас эти первые часы, когда вы коммуницируете друг с другом, вы должны как-то принимать совместные решения. Я спросила, как идет работа? Он говорит, а хорошо, мы спорим, но приходим к общему знаменателю. Хочу спросить вас, насколько крепкие те отношения, которые завязались в рамках правящей коалиции? Вы знаете, все это зависит от уровня интеллекта человека вообще. Уровень агрессивности, чем выше уровень агрессивности человека, тем ниже уровень интеллекта и развития личности. По сути, это уже психология. И поэтому, если у нас есть общая цель, она ясна. Мы должны, вот у нас есть проблемы, которых мы обозначили, есть пути решения вот этих проблем. И на сегодняшний момент нас объединяет общая проблема. Я особых проблем вообще не вижу в коммуникации на сегодняшний день. В парламенте голосует то 59, то 61 человек. То есть, в принципе, у нас практически 99%, у нас практически большинство, 61 голос набирается все время. Я не вижу особой проблемы. А даже если они возникают, я думаю, что люди, говоря и беседуя, и не просто я не голосую, потому что я не хочу, а когда ты приводишь доводы, а может у него идея получше, я думаю, надо беседовать, надо разговаривать, и надо развиваться, и надо работать. Спасибо. Вы как оцените шансы на взаимопонимание? Очень хорошо, что представители двух достаточно разных политических сил нашли, наконец, общий язык. Собственно, я всегда высказывался именно в пользу именно такого варианта коалиции, и многие другие высказывались, и объясняли почему. Как раз именно потому, что только в такой комбинации, именно в таком варианте, при такой формуле власти, возможно освобождение государства. Почему это надо сделать? Мы много раз говорили, и, собственно говоря, этот факт признан и внутри страны, и за ее пределами. Я считаю, что представителям политических партий, входящих в блок КАКУМ и партии социалистов, хорошо было бы вообще, не гласно или гласно, обвить мораторий некоторое время на критику друг друга, по крайней мере, до той поры, когда будет решена главная задача. Считаю, что вот этот союз, который сформировался, это свидетельство высокой гражданской ответственности, политические силы их лидеров, это свидетельство их мудрости, потому что они смогли переступить через те препятствия, которые были до сих пор, ведь три месяца не могли договориться. Они смогли забыть, ну, забыть или, по крайней мере, на время забыть обиды, которые были нанесены друг другу. И вот я очень рад, что коллега признает и говорит очень важные вещи, а именно, что есть задача, которая объединяет, есть необходимость вернуть в страну ситуацию, когда есть верховенство закона, и больше никаких других игр вокруг закона не должно быть. Закон одинаков для всех, вот это все должно, наконец-то, заработать Молдавии. Вот я еще хотел бы добавить, я думаю, это очень важно. Посмотрите, есть Балкаккум, мы имеем стопроцентную поддержку со стороны Евросоюза, есть социалисты, стопроцентную поддержку со стороны России. Социалисты всегда приходили в парламент с проектами закона для того, чтобы возобновить вот эту работу с Россией, дружбу, все так далее, так далее. Ничего не получалось, потому что там был 51 голос, который никогда не голосовали про. На сегодняшний момент мы имеем стопроцентную поддержку с одной стороны и с другой. Мы должны быть идиотами, чтобы сидеть там вот так и биться головой друг от друга, без того, чтобы один развивал одну сторону, имея поддержку в парламенте, а другие развивали в другую сторону. И мы имеем на сегодняшний момент 1 миллиард 400 миллионов долларов экспорта, из которых там 800 миллионов идет на Евросоюз, и мы можем все это увеличить в два раза. Надо быть идиотом. Понимаете, то, что говорят социалисты, и то, что говорят о кумовце, в принципе, это не бьется головой в голову, потому что это две разные направления. Это Восток, это Запад, это развитие экономики. Что дальше еще? Какие могут быть реакции со стороны демократической партии? Вот смотрите, вот у нас в студии были до вас другие гости, и один из них сказал такую фразу. Я спросила, зачем тогда господин Плохотнюк и все это делает? Вот все равно он понимает, что если есть внешняя поддержка, он сказал, нет. Это делается в интересах одной страны. Он рассчитывает на то, что какая реакция будет у Соединенных Штатов, очевидно, он имел в виду, потому что лозунги антироссийские. Мы слышим то, что сейчас происходит, унионисты как никогда востребованы во всех этих делах. Вы согласны с этим, что все, что сейчас происходит, делается исключительно для того, чтобы Соединенные Штаты Америки посмотрели на это и похвалили их за русофобию? Русофобия всегда была востребована у демократической партии. Кстати, если бы она была не такой ярко выраженной, возможно, да. Возможно, да. Встреча, которая была между Козаком и лидером демпартии, она прошла бы немножко иначе. Но тут уже они сами должны себя критиковать, потому что надо было быть более благоразумным в критике. Критика бывает разная. Но когда действительно такая пещерная русофобия, и потом ты встречаешься с представителем великой державы и говоришь ему, что-то обещаешь, ну нету, не верят люди. Понимаете? Тут все-таки есть элемент доверия. Или оно есть, или нет. В международных отношениях это имеет колоссальное значение. Правда. Потому что лидеры, когда встречаются с другом, очень часто говорят, да, мировые лидеры, что вот они нашли взаимопонимание, они там нашли общий язык. Понятно, что там работают сотни людей, тысячи обеспечивают ту или иную встречу. Рекомендуют тебе. Да, но когда встречаются люди, они сразу сканируют, можно доверять этому человеку или нельзя доверять этому человеку. И, соответственно, это очень личное отношение имеет колоссальное значение. В данном случае мы говорим о том, что репутация у демпартии, у ее представителей такова, что не верят им люди. Токсично. Токсично. Но, тем не менее, возвращаемся к очень важному вопросу, который вы затронули. Что могут предпринять еще? Я и вчера говорил на разных эфирах и сегодня подтверждил, что еще рано праздновать победу. Еще процесс только в самом начале. Еще демпартия очень сильная, под ее контролем вся Молдова, все органы власти. Процесс освобождения только начался, но он пока не движется в позитивном направлении, пока, можно сказать, буксует. Потому что есть очень важные процессы, которые произошли вчера, но развития сегодня мы не видим. И что они могут еще сделать? Они могут, во-первых, продолжить свои митинги, во-вторых, по-прежнему палаточные пикеты сохранять возле министерств и ведомств. То есть не давать, секундочку, не просто сохранять, они будут давать новым министрам войти. Это для этого и сделано. Это для этого и сделано. И провоцировать новую власть, для того, чтобы возникла мысль о том, что сколько можно сдать. Собрали 100-200 своих сторонников и пошли, так сказать, обеспечили проход здания, того или иного министра, нового. Соответственно, угроза потасовки и тут же возможность спровоцировать какие-либо очень серьезные столкновения, чтобы обвинить новую власть, что они экстремисты и так далее. То есть хотят, чтобы пролилась какая-то кровь и тогда на этом фоне. Это им выгодно. Нет, я просто называю вещи с именами. Надо признавать, что есть вещи с именами, потому что действительно есть такая угроза. Именно она отодвинет в сторону вопросы легитимности прежней власти и законности новой власти. Скорее всего, да, сегодня или завтра появится какой-то новый компромат или фальсификация компромата. Такое тоже может быть. Надо понимать ситуацию. Еще раз повторю, люди привыкли быть у власти длительное время и они рассчитывали, что будет 10-20 лет. В конце концов, если в Центральной Азии в азиатских государствах находятся люди у власти по 30-40 лет, потом передают эту власть по наследству. Почему, собственно говоря, нельзя сделать такой пример здесь? Вероятно, это щекочет воображение людей. Наверное, рассчитывалось, что Кишнева переименует. Он станет Плахантон, наверное. Я не знаю, но что... Первый раз ты как слышишь, да? Но раз про азиатов говоришь. Все произошло внезапно для правящей группировки. Они уже полагали, что все, время в исходе, что день-два, АКУМ и потенциалисты не договорятся. И, соответственно, уже готовились править следующие 4, 5, 7, 10 лет. А тут все произошло так, и вчерашняя реакция показывает, что они не были готовы к тому, как реагировать на происходящее. И вот сейчас, сегодня, вчера вечером, сегодня и завтра они будут думать, что предпринимать. Вот часть мы этих действий перечислили. Я не исключаю возможности попытки кого-то скопрометировать, обвинить в чем-то и даже провести аресты. 1, 2, 3. Да. Вы знаете, я хотел бы... Я абсолютно с вами согласен. Продолжим, да. Да, абсолютно с вами согласен. И более того, мне хотелось бы в качестве депутата обратиться вообще к госслужащим, потому что я тоже являюсь сейчас государственным служащим. Дорогие товарищи, вы должны понимать, что Лохотнюк и другие политики, высокопоставленные, они приходят, они уходят. Они очень богатые люди. Они могут улететь в любой момент. На вертолете, на самолете. Вы останетесь. И поэтому я вам предлагаю абсолютно ответственно, не надо включаться вот в эту борьбу, потому что она является незаконной. Все требования сегодняшнего министра, господина Жездана, господина Филипп, господина Плохотнюк, они являются незаконными. Они требуют от вас абсолютно незаконные действия против легитимной власти. И поэтому я вам предлагаю не подчиняться, потому что уже есть новый правительство, есть новый министр, который начинает руководить буквально с завтрашнего дня. И поэтому не спешите, не делать никакие заключения. Насколько я слушаю очень внимательно господину Дадону и госпожу Майасану, они все обращались к чиновникам, они все говорили очень важные, адекватные вещи о том, что мы должны работать, мы должны развивать свое государство. Никто вообще не использовал слово бороться, менять, увольнять. Мы должны работать на благо государства. У нас везде вакантные места. Не то, что мы должны кого-то выводить. А может быть, господин депутат, стоит еще сделать вот какую, на мой взгляд, важную вещь, отделить вот сейчас позицию руководства, я имею в виду господин Плохокюн, господин Филипп, да, вот от остальных депутатов, может быть, стоит вам и остальным депутатам обратиться к депутатам демократической партии, может быть, они как-то, я не знаю, господин Шор как-то вообще, я его не слышу, не вижу, не знаю, может, вы там где-то видите. Он лампочки меняет. Лампочки меняет? Хорошо. Понимаете, и вот как-то объяснить, разъяснить, что да, есть у вас выход, и он может быть в том, что вы уходите в оппозицию, но вы не все несете, по крайней мере, точно ответственность за то, что все эти годы было сделано руководством демократической партии. Как полагаете? Я думаю, безусловно, мы должны обратиться и к ним, чтобы они пришли в парламент, и начали работать. Для этого их избирали. В принципе? В принципе, да, для этого их избирали, и для этого они получают заработную плату, не то, чтобы получать вот эти деньги и дарить, а надо работать, надо работать, надо включаться, есть комиссии, с завтрашнего дня начинают работать уже все комиссии, поэтому надо приходить, надо работать. Огромное количество проблем, неразрешенных в стране, и очень важно, чтобы все депутаты понимали, то, что происходит, это не только наше освобождение, это и их освобождение, потому что это тоже были взрослые люди, это интеллигентные люди, по сути, в большинстве своем, и они абсолютно были зависимы. Правда. Мы с вами перед эфиром говорили, и вы тоже согласились с тем, что не будет сдаваться сейчас верхушка ДПМ, они будут все-таки... Я думаю, да. Да, да. Господин Тодо сказал такую вещь очень серьезную, о том, что они могут пролить кровь. Ну, обычно, как говорится, каковы условия, чего хотят те люди, которые боятся потерять власть? Что делают? Проливают кровь, сакральная жертва, вот масса. Но они провоцируют ситуацию. Они провоцируют. Готовы ли вы к тому, что могут быть вот какие-то определенного рода, такого рода, совершенные шаги? Мы рассмотрели такую возможность, но мы делаем все возможное, чтобы предостеречь всех от такого. Абсолютно всех. То есть мы предпринем все легитимные меры для того, чтобы войти во власть, но без пролития, без кровопролития. Вы знаете, на это могут пойти люди, которым нечего терять. Я не имею в виду государственных служащих. Или которые теряют очень много. Или которые теряют очень много, но когда речь идет о государственных служащих, то там, безусловно, люди здравомыслящие, которые должно быть большинство, они будут думать о том, как поступить. Я так полагаю, что если вдруг поступит приказ тот же МВД, то кто же, господин Жиздан, если опять же он здравомыслящий человек, он должен тогда потребовать письменного приказа на разгон той или иной демонстрации. Потому что на этот раз посадят. Так об этом-то и речь. Потому что если произойдут какие-то события, то должен будет тот отвечать. Отвечать будет тот, кто отдал приказ. Поэтому он может говорить, заявлять все, что угодно, но в критической ситуации, если опять же он не авантюрист, по его внешнему виду не похоже, что он авантюрист, он должен будет потребовать письменного приказа. Причем не от демократической партии, а от официального лица, которому подчиняют. Я понимаю, о чем вы говорите, но при всем этом, я думаю, что будучи министром внутренних дел, ты несешь и личное ответственность. Это само собой. Потому что когда ты смотрел по телевизору, ладно, ты не был представлен лично, но ты смотрел по телевизору, человек присягал, в здании парламента есть новый министр внутренних дел, ты не являешься министром внутренних дел. Ты уже не являешься. Об этом тебе сказали. Ты сдаешь приказы, ты руководишь войсками, ты руководишь, там, я не знаю, полицейскими. Это уже беззаконие. Все верно. И ты будешь сидеть, ты будешь сидеть, он этого должен понимать. Да, это нарушение закона. Далее, реализацию всех этих действий, предположить предполагаемых, гипотетических силовых действий будут осуществлять уже подчиненные в ранге полковников, майоров, капитанов. И понятно, что они тоже должны думать о том, кто будет нести ответственность за все. Поэтому вполне возможно, что ближайшие один-два дня очень много людей захотят формально заболеть или как-то не участвовать в этих событиях. Я повторяю еще раз, госслужащие будут думать, вот я уверен. А вот те, кто находится на содержании у Демпартии, те, кто выставлял вот эти вот палатки, вел себя агрессивно, которые действительно, ну, по сути дела, скажем так, бестаря в голове, как говорит пословица, вот от них можно ожидать всего, чего угодно. И каких-то угроз, и попыток насилия, и из-под тяжка там что-нибудь сделать, я не знаю, там, избить кого-нибудь, напасть в подъезде и так далее. Такое возможно, именно так, удары из-под тяжка. Потому что интервью... А может и не из-под тяжка, ведь весь день говорили о возможности арестов. Вот господин Боля не исключает. Да, но еще раз повторяю, здесь нас поставят то, что мы все-таки не Чили, да, где очень сильная армия, очень сильные специальные службы, которые выписываны, и у них традиции переворотов. Все-таки это не Латинская Америка. Здесь это не может сработать. Но арестуют одного, представьте, какой будет скандал, когда арестуют одного, двух, трех, четырех депутатов, или... Но депутатов не могут. Нет, ну они это все могут, действительно же понимаете, что они сейчас, учитывая, что они приделают последние два дня, они готовы на очень многое. Поэтому, я не случайно говорил раньше о том, что необходимо быть готовым к таким действиям, необходимо, естественно, проявлять волю, необходимо не поддаваться на запугивание, потому что сейчас они рассчитывают именно на то, что новая власть, новая коалиция, она испугается, даст назад, даст назад, дрогнет. И вот они хотят запугать. И здесь очень, как бы сказать, важно не поддаваться этим запугиваниям, а важна еще поддержка со стороны тех людей, которые голосовал за партии, представленные в новой коалиции, и со стороны тех, кому не нравится вообще все, что творилось в Молдавии 10 лет назад. В течение 10 лет. Я хотел бы еще обратиться к госслужащим, к министрам, которые не хотят выполнить требования парламента. Во-первых, напомнить им о том, что парламент принял в первом чтении, во втором чтении вошел в силу уже постановление о том, что государство нас захвачено. Сегодня мы проголосовали за другую декларацию, узурпации власти. То есть все министры, которые в понедельник не выйдут из своих кабинетов, не зададут власть, это уголовные дела. Это уголовные дела. Они, получается, уже и узурпаторы. Они уже и узурпаторы. То есть в принципе это соучастие. То есть все министры в понедельник с утра должны выйти из своих кабинетов сдать власть, потому что они не являются министрами. Не то, что приказывать, не то, что получать какие-то письменные приказы. Он сам должен, потому что с этого момента он знает о том, что государство захвачено, власть узурпирована, и они должны уходить сами. И он, каждый из них, ответственен за свои поступки. И все. Они не смогут сказать, что вот мне Плохотюк приказал. Такого не может быть вообще. Не может быть, потому что лидер другой партии не может приказывать. Вот именно. Но судя по всему, госпожа Санду, новый премьер-министр, не очень верит, что это возможно, потому что она назначила заседание правительства в парламенте. Но поверьте мне, судить их будут. Я поняла, что вы серьезно настроены. Для того, чтобы переломить ситуацию, по-моему, самое время, я не знаю, может быть сегодня еще нет, а скажем завтра, когда будет ясно, что не случилось того, чего ожидаем. Мы рассчитываем на здравый смысл. Очень важно быть готовыми действительно призвать своих сторонников защитить новую власть. Защитить процесс деолигархизации страны. И этого не нужно опасаться. Потому что так или иначе, мы видим, что они хотят идти до конца. Соответственно, придется обращаться за помощью к своим сторонникам. И, наверное, придется, если необходимо будет и митинги, поддержку парламента. Заявил об этом президент. Понимаете, тут очень важный момент. Мы находимся в очень острой фазе. И они тоже нервничают очень сильно. У них тоже нервы напряжены, потому что им-то терять очень многое. И тем более, что действительно не обойдется, вероятно, без того, чтобы отвечать за содеянное. Когда будут скрыты все эти дела и многое из того, что сейчас в тайне находится, то будет понятно, что очень многие нужно будет отвечать. Они не хотят за это отвечать. Поэтому не исключено, что, допустим, сейчас в парламенте, я так понимаю, все ушли уже. Но, допустим, завтра придут к парламенту, а там стоят и там палатки. И там стоят 20, 30, 40 человек с крепкими мускулами, которые скажут, что все, парламент закрыт, вы незаконны. После этого будем судить министра юстиции, который не сдал власть. Но нужно вначале зайти в здание. Здесь речь идет о том, что новая власть, если не сможет при необходимости организовать массовые акции протеста в свою поддержку, массовые, даже не протесты, естественно, а массовые акции именно в свою поддержку, то, может быть, не удастся двинуть весь этот микро. Это спорный вопрос. Потому что вопрос в том, выйдет ли люди на защиту новой власти, мне кажется, он не стоит. Люди выйдут. 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 Но вопрос в том, когда это сделать, для того, чтобы не было тех самых провокаций, о которых мы говорим. Насколько я понимаю, вот это сейчас самый главный вопрос. Мудрено сказать людям. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы использовали правильные слова. Вот я сейчас слушал, и мы должны говорить о том, что есть легитимная власть, есть узурпаторы. Мы об этом говорим, да. Вот мы должны говорить, узурпаторы должны уйти, потому что новая власть, старая власть, это очень мягко. Это очень мягко. А сегодня парламент проголосовал, и мы их назвали. Это узурпаторы. И вот мы должны бороться с этими узурпаторами. Эти люди должны понимать. Это очень сильно, то, что они делают вообще. То есть это тюрьма. И вот каждый полицейский, каждый офицер, который подчиняется узурпатору, он должен понимать, что он будет нести ответственность. Потому что все его действия являются нелегальными, нелегитимными. Ну, господин Болея, вот я полагаю, что если бы, к примеру, вот они сегодня организовали... Мы просто не ответили на вопрос по поводу манифестации со стороны, как вы говорите, законной власти. Об этом был вопрос, легитимной власти. Понимаете? Мы должны рассматривать все варианты. Один из вариантов заключается в том, что вот эти узурпаторы, они захотят уходить. Да. И попытаются, вот напираясь на своих самодеятельные организации, спортивные какие-то клубы и так далее, в общем, такого сомнительного толка структуры, попытаться запугать новую власть, новую коалицию. Легитимную. 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 Хорошо. Легитимную. Легитимную коалицию. Вот. Именно на этот счет и нужно быть готовым к тому, чтобы защищать легитимную власть. Я думаю, что если бы, скажем, завтра, например, опять же, мы рассуждаем гипотетически, в центре города состоялся бы там 50 тысяч митинг сторонников новой коалиции, легитимной коалиции, то они все поняли, что связываться бесполезно, что уже вот эти там 500-300, не знаю, сколько у них там они готовы вывести. Абсолютно согласен. Они не смогут ничего сделать, что пора уходить, пора сдавать власть, чтобы не усугублять свою вину. Вот тогда бы все, так сказать, по-настоящему изменилось бы уже и невозможно было остановить эту ситуацию. У меня есть еще один вариант, без того, чтобы выводить людей, как бы, да, может превентивно, это все-таки посредники. Об этом тоже говорил президент Игорь Датон. То есть, что он имел в виду, что вот сейчас, вот то, что происходит... Самый простой вариант, извините, я продолжу мысль, если можно. Президент, пожалуйста. Самый простой вариант, это, конечно, обратиться, действительно, чтобы не обострять ситуацию, просто сказать, что, ну да, Молдавия вот такая страна, такая ситуация, и без действительно внешнего вмешательства нельзя. Пусть, как это было вчера, приезжают три представителя от трех внешних партнеров, встречаются со всеми и скажут золотые нужные слова. Всем. Я уверен, что после такого действия, ну, вряд ли кто-то захочет еще играть с огнем, грубо говоря. То есть, там будет все понятно. В конце концов, такой пример есть. Когда нужно было разродить ситуацию политическую на Украине, как известно, представители США обратились к господину Коломойскому и сказали, что самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это покинуть страну и не мешать идти Украине там по избранному пути. И что важно, господин Коломойский послушал. Ну, послушал, ему деваться было некуда тоже. Там ситуация такая, у него уже... У него дал бы была красная точка, которая передвигалась по сторонам. Нет, а там ему, понимаете, и американцы, и русские, и европейцы, они могут сказать нужные слова в необходимый момент, когда наступит этот важный момент. Они это могут сделать, и тогда не потребуется ничего. Не потребуется. Тогда действительно нам надо будет уже думать о том, какие шаги предпринимать. Конечно, мы этого не хотим. Если понадобится, мы пригласим людей, если не поймут. Это никто не хочет, потому что есть, в конце концов, пример Украины, который показывает, что, как она начинает развиваться ситуация, когда стенка на стенку, когда бесконечные митинги на площади. В конце концов, очень бы хотелось верить в то, что это 10 лет периода нестабильности, я отчитываю его именно с 2009 года. Вот эти 10 лет, это темная страница в истории Молдовы, это 10 лет нестабильности. Вы же, давайте вспомним, ни одного, не то что года, месяца не было спокойного в Молдове за это время. И совершенно верно, я очень верю в то, что легитимная коалиция совершит тот подвиг, который от нее ждут, а именно, вернет страну в правовое поле и сделает так, чтобы ни один, так скажем так, неадекватный политик не позволил себе трогать своими руками Конституцию и законы. Если позволите, я сейчас просто новость прочитаю, и дальше вы непременно со своей репликой обратитесь. Господин Калашников, это глава комитета Госдумы по делам СНГ, вот он сейчас выступил со своей реакцией, как он видит эту ситуацию. Он считает, что молдавским социалистам вместе с проевропейским блоком АКУМ удастся преодолеть сопротивление демократической партии. Мне отрадно, что договорились блок АКУМ и социалисты наконец-то. И то, что они ситуативно начали проводить законодательные действия, надеюсь, что они завершатся успехом, сказал Калашников в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС. Ну вот одна из, то есть это к тому, что начинает поступать реакция. Ну очень важно, опять же, обратите внимание на то, что Калашников не стал рассуждать на тему, куда должна двигаться Молдова, чего они ждут, вступать в один союз или в другой. Это внутриполитический вопрос, вы тоже обратите на это внимание. То есть они четко... Я так понимаю, что великим державам надоело этот период нестабильности, который связан не только с Молдовой, а вообще в мире, и в Европе. Всем уже хочется как-то немножечко перевести дух и обойтись без радикальных сценарий. Обратите внимание, если бы вот эти три политических силы внешних не придерживались другой стратегии, они бы не пришли в парламент и не поддержали вот это действие. Следовательно, мы можем сделать вывод, что никому, ни России, ни Европейскому Союзу, ни Америки не нужны здесь какие-то беспорядки. Поэтому я думаю, что еще несколько таких сигналов, еще несколько таких дипломатических мамеков и успокоиться. Я не верю в то, что молодчики во главе с господином Цуцу способны помешать новой легитимной коалиции сделать свое... Конечно, нет. они могут немножко задержать. Они могут задержать, могут еще раз проявить свое вот это вот нутро, как сегодня они это сделали. Еще раз пока дать примеры какой-то... Я думаю, что их поведение, когда у нас был этот флешмоб против повышения цен, поведение вот этих малочков, поставило очень много вопросительных знаков у населения, как такового, что это было за поведение вот у этих ребят. И все люди, здравомыслящие, понимают, что это может повториться в любой момент, поэтому я думаю, что народ Молдову устал бояться. Вот устал бояться. Я думаю, что чиновники наши устали бояться. Все устали бояться. Это унизительно, в каком они положении находятся. Они же подчиняются, уже это всем известно и давно уже известно за рубежом, что они подчиняются не по инстанции, министрам и правительствам, они подчиняются одному... Ситуация шефу, все знают, что шефу. У них есть смотрящие какие-то. И они, получается как, что человек может выполнять все строго в соответствии с законом, выполнять свои функции, прекрасно и так далее. Но если он не лоялен, если он показал, что или, скажем, нужно какому-то куметру дать место, потому что он близок к политической партии, известный, то его тут же отодвинуть и так далее. Мы знаем, какие люди с подмоченной репутацией находятся на разных структурах. Один конституционный суд чего стоит. Фотографии сегодня показывали, вот извините, это же действительно ни в какие вороты не везет. Я просто вот сейчас скажу, что 86 неправительственных организаций выступили в поддержку решений парламента. Мне кажется, что да, о том, что судья конституционного суда должны уйти в отставку. Это самый лучший, что они могут сделать. Это очень серьезные, на мой взгляд, очень серьезные шаги. При том, что все эти организации являются политичными. Просто все люди спонят. Сегодня сказали свое слово регионы, Молдовы, Тараклия и Гагаузия. Я уверен, что завтра могут последовать и заявления с других регионов Молдовы, которые... То есть, в принципе, это так медленно все это будет разворачиваться? Понимаете, они посмотрели, посмотрели сегодняшний митинг. Это жалкое зрелище. Жалкое зрелище и по форме, и по содержанию. Если бы они смогли привезти 100-150 тысяч и показать, что вся Молдова с ними... Как это было на мероприятиях, организованных по форме, да. Они же хотели этого сделать, но у них не получилось. Даже учитывая их административные возможности, они там, понятно, автобус обеспечили, все обеспечили и так далее, но есть фотографии, показывающие, что куда менее влиятельные организации собирали на площади гораздо больше людей, чем собралась сегодня в Демократической партии. Это провал. Вот надо просто прямо сказать, что попытка продемонстрировать поддержку народа, она провалилась в Демпартии. Нет у них поддержки народа. Раз. А вот этот вот так называемый их флешмот дурацкий с этими самыми птицами, это показывает, что с креативом у них совсем-совсем плохо. А вы знаете, тут появилась новость, я дополняю все время, что среди сторонников ДПМ бросавших индейок был директор винзавода Милеш Тимич. Пришла такая новость. Да, честно говоря, удивлена. Ну что, директору больше нечем заниматься получается? Ну вот. Это доказано или просто? Не знаю. Это информация портала УниМедиа, я ссылаюсь на источник. Понимаете, неважно сейчас, кто конкретно. Просто нет, ну почему? Сторона тоже должна знать своих героев. Не соглашусь. Важно, что там присутствовали видео-лидемпартии. Да, конечно. Да, там есть фотографии и видно, просто видно, что там присутствовали видео-лидемпартии. Они там присутствовали и это все организовали. Нет, ну если хотели, там могли куклу какую-то, я не знаю, там в виде индюка или еще чего-то, если хотели. Если у них есть какой-то, я не понимаю смысла самого действия, а просто живую птицу. Да, в конце концов, действительно чучело сделать. Я не знаю. Но самое главное, ну это бред, понимаете. Это получается, ну это полный бред. Это, ну если хочешь ты сделать такое не очень красивое действие, ну ты, допустим, как это делалось в политике, ну запускали там каких-то, вот для таких грязных дел нужны такие разного рода сомнительные спортсмены. А здесь, конечно, это показывает, что действительно, вот критическая ситуация, а ничего на ум, умного не приходит. Понимаете, кроме вот того, чтобы лично это самое. Я поняла. У нас не так много времени остается. Я задам, возможно, для вас неожиданный вопрос, но тем не менее, очень многие люди сейчас об этом думают. То есть эти решения, которые сейчас исходят от незаконной власти, от власти узурпаторов, господин Боля, они принимаются лично лидером партии, либо все-таки есть какой-то, я не знаю, у них, они как-то это вместе обсуждают. Вот скажу, вот еще проще, есть ли люди, которые на сегодняшний момент могут сказать там господину Плохотнику? Нет. Нет, конечно. Я думаю, что все принимается исключительно господину Плохотнику. Лично? Да, абсолютно. Спасибо. Вы как считаете? Ну, у него, конечно же, есть какой-то интеллектуальный центр, в конце концов, чтобы пребывать так долго у власти и принимать решения. Мы знаем, что не было бы этой проблемы, о которой мы сейчас говорим, если бы его окружали глупые люди. Просто ситуация такова, что когда возникла критическая обстановка и стрессовая атмосфера, то это сдает сбой. Вы знаете, тем не менее, вот я рискну сейчас навлечь на себя ваш кедев, но я тем не менее, вот понимаете, как вы говорите, вот неожиданность все это для них была. Не соглашусь. То есть, вот эти варианты, как что будет, что вот будет в конституционном суде решаться, что суд будет принимать вот эти решения, мы же все это знали. Мы знали. Мы знали. Нет, речь идет о том, что дети у вас в передаче говорили, что они назначали людей. Я так умею. Они бы все все понимали. Про суд там не вопросов. И оно идет сейчас. Вот то, что происходит. Единственное, конечно, я удивлена вот этим митингом. Честно, от себя уже, что называется, скажу. Я ожидала большего. И, конечно, вот этой выходкой. А что разве то, что вчера происходило? А это все разыграно. Понимаете, у них люди четко, я вам скажу, они обо всем позаботились. В районах, на местах. То есть, они понимают, что люди почему так медленно сдаются. Потому что они им звонят и говорят. Все правильно. Но я не соглашусь с тем, что там они все обдумали вчерашний день и их действия вчера. И сегодняшний показывает, что для них это стрессовая ситуация. И в этой стрессовой ситуации она совершает ошибки. Одна за другой. И я думаю, что во многом символично и этот митинг провалившийся, и все остальные действия, которые они предпринимают, и все, что они еще сделают. Нет у них весомых аргументов. Обратите внимание. Ну, хотя бы один весомый аргумент. Нет. Они даже не смогли найти дату нормальную для назначения до 40-х выборов. Это была пятница. Это показывает, что они в спешке все делают. Даже в календарь не посмотрели. Они не сверяют. Они в спешке все делают. Конституционный суд совершает совершенно детские ошибки, когда принимает три месяца за 90 дней. Я думаю, его не нужно. Можно я введу новый термин? У нас сейчас получается, у нас было разное правосудие, а сейчас телевизионное. Потому что вот смотрят по телевизору, еще запроса нет. А так его назвал у нас замминистра юстиции, господин Ишан. Все, что мы наблюдали последние 10 лет, мы уже неоднократно говорим о том, что вытворялись конституцией с законами. Это все войдет в истории Молдовы. Это будет изучаться через 50-100 лет как пример того, как не должно было быть. И как пример того, что для будущих политиков Молдовы. Главное, чтобы мы выучили урок. Вот. Вот это главное, чтобы выучили уроки раз и чтобы будущие политики это имели перед глазами и не было попыток появления новых плохотников. Можно еще один вопрос задам? Он не появляется сразу. Он постепенно. Господин Боля, никто вам не задавал, наверное, этот вопрос. Я очень хочу спросить у вас. Как коалица это будет называться? И просьба. Вся страна не хочет больше о ей. Пожалуйста. Кого? Так не называли. А ей, да. То есть вы как-то продумали вообще этот вариант? Нет, мы не думали вообще. Времени не было. Времени не было, но вот народ как бы спрашивает как-то, как собственно это все. Сейчас не это главное. Я вас уверяю, что... Я не думаю, обязательно назвать его как-то. То есть это может быть просто какое-то соглашение, да? Парламентское большинство. Это все... Вы заметили, что 61 депутат? Вот они хотели, чтобы в парламенте был 61 депутат, и нас как раз 61. Заметьте, но я бы желала вам 67. И вы знаете почему. Ну и смотрите, сейчас важно не только как будет называться. Сейчас важно то, чтобы вот это согласие, которое сформировалось, коалиция, чтобы она плодотворно работала и дальше, чтобы она была более-менее крепкой. более-менее крепкой. Работала на благо государства. Она была крепкой государства. Она не отделала от основных проблем. И чтобы не было потом желания задержаться власти намного больше, чем это предусмотрено на Конституции. И чтобы геополитика не правила. А для этого вот есть граждане, которые должны накатываться. И чтобы не ссорились. И чтобы не... Короче, мы с вами уже за мир во всем мире, по-моему. Сейчас уже всех сагитировали. мы говорим уже. Поэтому в наше время вышло, меня уже ругают, что я перебираю. Благодарю вас за то, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. И за то, что мы с вами, мне кажется, сейчас очень подробненько варианты рассмотрели. Это было важно. Спасибо вам. А нашим телезрителям сообщаю, что мы продолжаем. У нас будет еще выпуск новостей. И потом опять в эфире очередная часть программы «Полюс». И опять мы с вами будем на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова